Всем привет! Вы на канале Информатор. Большое спасибо за вашу активность и поддержку. Ну а мы начинаем. Обзор событий за 8 июля. В Челябинске мощный ливень затопил улицы, проезжую часть и торгово-развлекательный комплекс «Горки». Последствиями непогоды челябинцы поделились в соцсетях. Жители тракторозаводского района уточняют, что больше всего затопило улицу Салютную. Там в воде застряла бетономешалка, несколько легковых автомобилей оказались практически полностью под водой. Воды очень много, и ей некуда уйти. Люди просто по пояс в воде. В торгово-развлекательном комплексе «Горки» затопило первый этаж. Одна из машин на парковке ТРК полностью утонула. Ливень затопил детские площадки в центральном и советском районах города. В Челябинске прошла мощная гроза с ливнем и градом. В некоторых районах град оказался размером с перепелиное яйцо. Синоптики ранее предупреждали, что регион накроет ненастья. В подмосковной Коломне затопило улицы из-за сильных дождей. На Коломну обрушились сильные дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы осадки не прекратятся. Помимо затоплений, поступают сообщения о поваленных деревьях, обрывах электропроводов. Власти обратились к жителям с просьбой по возможности не покидать свои дома и в случае необходимости звонить в единую дежурную диспетчерскую службу. В городе затопило некоторые улицы и подъезды домов, десятки машин ушли под воду. Кадры непогоды публикуют местные сообщества в социальных сетях. Женщина пострадала от удара молнии, которая ударила в самокат в Коломне. Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно у нее ожог. Последствия непогоды также уже видны в Красногорске и Орехово-Зуево. Гроза, дождь, град, ветер до 20 метров в секунду. Все коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Ливень меньше чем за час превратил улицы Омска в маленькую Венецию. Сильнейший дождь сопровождался градом и грозой. Местные СМИ сообщают, что затопило дороги, тротуары, магазины на первых этажах домов. Порывы ветра повредили лэб, ломали деревья и заборы. Начавшийся дождь около половины четвертого дня пятницы быстро перешел в проливной ливень с крупным градом, вызвав серьезные последствия для горожан. Одним из наиболее пострадавших от ливня мест стало подземное пространство города. Затоплены оказались некоторые подземные переходы, которые быстро заполнились водой, делая их непроходимыми. Это стало причиной трудностей для пешеходов, которым пришлось искать альтернативные маршруты и обходить затопленные участки. Град и сильный ветер только усилили разрушительные последствия стихийного бедствия. Поваленные деревья также вызвали прерывание электроснабжения в некоторых районах, что создало проблемы для многих жителей, оставив их без света. В Турции мужчина броском камня снес многоэтажный дом, пострадавший во время февральских землетрясений. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как он подходит к зданию и несколько раз бросает в его сторону камни. После третьего броска дом рухнул за секунды. Напомним, что сильнейшее за последние 80 лет землетрясение магнитудой 7 и 8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки ощущались во многих городах страны и соседних Сирии, Ливане и Ираке. Из-за обильных осадков в Иркутской области образовался дождевой паводок, резко повысился уровень воды в реках. В результате затопило дома и приусадебные участки. На кадрах видно, как затопленные по крышу дом быстро уносят потоками воды. На данный момент затоплено более 400 участков в двух садоводствах и 11 населенных пунктах, эвакуировано более 100 человек, сообщает ГУ МЧС Иркутской области. В Черемховском и Зиминском районах затоплено также несколько участков областных автомобильных дорог. Для ликвидации последствий паводка привлечено около 190 человек, 32 единицы техники, 23 плавсредства и 3 беспилотника. Для минимизации ущерба были уменьшены сбросные расходы Иркутской ГЭС. Уровень воды в реке Ие в районе города Тулуна составляет на данный момент 710 см, при критическом уровне 750 см, однако прогнозы пока неблагоприятны, уровень воды может повыситься. В поселке Туношно Ярославской области ураганный ветер привел к километровой пробке. У международного аэропорта в поселке Туношно Ярославской области прошел смерч. Сильные порывы ветра раскидали машины и повалили деревья. Это привело к возникновению пробок на несколько километров. Дороги были перекрыты. Информации о пострадавших пока нет. В провинции Систан и Белуджистан, на юго-востоке Ирана, от песчаных бурь, пострадали порядка 900 человек, заявил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Махеби. Новая волна ветров охватила регион Систан, включая пять областей на севере провинции. С 2 июля и до настоящего времени общее число пациентов, обратившихся в региональные медицинские центры, составило 1010 человек. 162 человека были госпитализированы, остальные прошли амбулаторное лечение. В основном люди жалуются на проблемы с дыханием, глазами и сердцем. Сообщается, что в регионе работают сотрудники красного полумесяца, которые раздали жителям Систана и Белуджистана, порядка 3000 масок. Густой дым затянул почти все небо над греческим островом Эвби. Горит лес. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в заповеднике в Яа. Причина серьезного пожара – жара, которая не спадает уже несколько дней. Огонь полыхает рядом с жилыми домами, цементным заводом и электростанцией. Пока угрозы для них нет, сообщили местные власти. С пожаром борются 55 человек и специальная техника. Накануне днем с воздуха лес тушил самолет. Жители штата Колорадо в США оказались в центре стихии, когда территорию накрыл мощный град размером с теннисный мяч. Бушующий градоподобный шторм принес с собой разрушительные последствия. Автомобили пострадали, деревья свалились, а некоторые дороги оказались засыпаны слоем града толщиной до 40 см. Жители региона были сильно потрясены мощью стихии, которая внезапно обрушилась на них. Сильный град размером с теннисный мяч падал с неба, создавая катастрофический эффект. Автомобили, находившиеся на улицах и дорогах, получили серьезные повреждения, когда огромные льдины падали на них с огромной силой. Некоторые транспортные средства получили повреждения кузовов, разбитые стекла и вмятины. Однако, не только град причинил горе обитателям Колорадо, но и сильный ветер с порывами. Скорость ветра достигала значительных значений, что только усиливало разрушительные последствия стихии. Сильный град вместе с сильными порывами ветра обрушился на Милан, Италия. Пробки и затопленные дороги во многих районах. Это второй шторм, обрушившийся на Милан за несколько дней, когда менее чем за три часа выпало 40 миллиметров дождя. Многочисленные наводнения и упавшие ветки деревьев. Плохая погода не пощадила Миланскую провинцию и различные районы Ломбардии, особенно Кремону. Плохая погода затронула целые поля пшеницы, готовые к уборке, и луга, приготовленные для сена, а также посевы томатов, кукурузы и фруктовые сады. Град, который выпадает в сельской местности и в таких городах, как Милан, наиболее вреден в эту сезонную фазу из-за необратимых потерь, которые он наносит урожаю, уничтожая целый год работы. Сильная гроза, обрушившаяся на некоторые районы Канады, продолжала сеять ужас до поздней ночи. Гром, молнии, ливень и град выпали около обеда, как и в Калгари, Альберта, Торонто, Бари и некоторых других районах Антария. Министерство окружающей среды и изменения климата Канады сообщает, что гроза была медленной, в некоторых районах выпало много дождя и выпал град размером с монету. На кадрах, снятых пользователями сети, видно, как в Калгари, Альберта, идет сильный дождь, сопровождаемый градом. Кроме того, проливные дожди могут вызвать внезапные наводнения и застой воды на дорогах. Бали, Индонезия. Проливной дождь, который шел с вечера, вызвал наводнения в нескольких районах Табанан-Ридженси. Сильное наводнение унесло автомобили. Наводнение затопило дома в жилом комплексе Малти-Джади-Хаузен в районе Кидири. Район изолирован, потому что дорога, обеспечивающая доступ, погружена в воду почти на один метр. Кроме того, наводнения произошли в жилом комплексе Панорама в Кидири и в районе Банджар-Минолун. Доступ к Банджар-Минолуну был перекрыт из-за того, что дорога была покрыта водой. Селевой поток обрушился на Индонезию. Наводнение на востоке Явы. Мощный оползень и сель обрушился на три моста и разрушил их. Были перерезаны не только мост, соединяющий Лумаджанг-Маланг в Бесукуките, Седомулха, Пронохево, Лумаджанге, но и два других моста в районе Кандипура. Результаты мониторинга сложившейся ситуации являются следствием воздействия селевого потока Семеру. 400 жителей были размещены в 12 местах в четырех районах Лумаджанге, Восточная Ява, из-за затопления на горе Семеру. Кроме того, проливные дожди также вызвали оползни в районе холма Пикет-Зеро. В результате оползни, движение Лумаджанг-Маланг по южному маршруту было временно закрыто до завершения процесса эвакуации. Два человека погибли в результате взрыва и пожара на нефтяной платформе корпорации ПМЭКС в Мексиканском заливе. На платформе погибли два человека, при этом один сотрудник компании, которая работала на объекте, пропал без вести. ПМЭКС подчеркнула, указывая на предварительные данные, что никто из сотрудников самой ПМЭКС не пропал без вести. Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали шесть человек, а из 328, находившихся на платформах, 321 человек был эвакуирован. По меньшей мере 50 человек в Пакистане стали жертвами наводнений и оползней, вызванных мусонными дождями. Среди погибших – восемь несовершеннолетних. Сезон летних мусонов длится с июня по сентябрь и приносит 70-80% годового количества осадков в Южной Азии. Дожди жизненно важны для сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионе с населением 2 миллиона человек. Однако они также создают опасные ситуации. Представитель национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями заявил, что в Пакистане зарегистрировано 50 смертей, еще 87 человек пострадали. Большинство смертельных инцидентов произошло в восточной провинции Пинджаб, они были связаны с поражением током и обрушением зданий. Так, во втором по величине городе Пакистана, Лахоре, выпало рекордное количество осадков. Дороги превратились в реки, а 35% населения остались без электричества и водопроводной воды. Метеорологический департамент спрогнозировал еще более обильные осадки по всей стране в ближайшие дни. Эксперты также предупредили о возможных наводнениях в районах водосбора крупнейших рек Пинджаба. Уже начата эвакуация людей, живущих у береговой зоны. Крушение кровли в Павлодаре, предварительная площадь обрушения, составила 300 квадратных метров. Врачи сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кровли торгового дома в Павлодаре. У одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, у второго политравма и перелом правого бедра. Напомним, что вчера два человека оказались под завалами крыши, которую сорвало порывом ветра. Обломки упали на летнее кафе у здания, где находились люди. По информации пресс-службы областного ДЧС, в результате инцидента также повреждены 13 автомобилей. По предварительным данным, площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Вырубка деревьев в бразильской части тропических лесов Амазонки сократилась на 33%. Это показатели за первое полугодие правления президента Лулы да Силвы. В то же время объем обезлесения сократился на 61% по сравнению с прошлым годом. По словам министра окружающей среды Бразилии, это связано с комплексом командных и контрольных действий, в том числе усиленных проверок и ужесточения эмбарго. Напомним, темпы вырубки лесов бассейна Амазонки достигли рекордных значений при бывшем президенте Жаире Болсонару. Австрийские экологи обвиняли его в преступлениях против человечества. Лула да Силва, после избрания главой государства, пообещал уделить повышенное внимание вопросам экологии и изменить подход к вырубке лесов. Протяженный участок реки Колва, республика Коми, оказался загрязнен после утечки нефтепродуктов. В экстренных службах сообщили, что русло реки исследовали с помощью авиации. Анализ показало наличие загрязнений как минимум на 5-километровом отрезке водоема. В Республиканском Минприроды ранее уведомили, что в полукилометре от реки разгерметизировался нефтепровод, принадлежащий компании «Нобель Оил». Жидкость с нефтепродуктами начала стекать по уклонам и в итоге достигла Колвы. Помимо этого, загрязнения зафиксированы в почве на площади порядка гектара. В результате в Усинском округе сообщили о введении режима повышенной готовности. Жителям окрестностей власти рекомендовали временно воздержаться от использования воды из реки для хозяйственных и пищевых целей. Американский Центр прогнозов космической погоды сообщил, что число наблюдаемых на Солнце пятен за последний месяц достигло максимальных значений почти за 21 год. Ученые предупреждают, что это говорит о стремительном приближении опасного пика, известного как солнечный максимум, который может быть куда более экстремальным, чем предполагалось ранее. По данным ведомства, за июнь на поверхности Солнца было замечено 163 пятна. И последний раз столь высокое количество наблюдалось на нашей звезде в сентябре 2002 года, когда исследователи насчитали 187 солнечных пятен. Специалисты уделяют пристальное внимание количеству пятен на Солнце, поскольку это самый простой способ отслеживать солнечную активность в течение примерно 11-летнего солнечного цикла. В начале каждого цикла Солнце находится в самом спокойном состоянии, известном как солнечный минимум, и в это время на нем почти нет пятен. По мере приближения к солнечному максимуму, число пятен на Солнце резко возрастает. Исследователи считают, что солнечный максимум в этом году наступит раньше обычного, и он будет сильнее предыдущего, учитывая, что число пятен на Солнце на протяжении последних 28 месяцев существенно превышало прогнозы. Солнечный максимум является потенциально опасным временем для Земли, которое в этот период может подвергаться активной бомбардировке солнечными бурями. Они могут нарушать связь, повреждать энергетическую инфраструктуру и спутники, а также влиять на здоровье людей, чувствительных к геомагнитным бурям.